Ну что значит, ты меня не зови? Что это значит вообще? Как может Маркус Рива такое сказать, телерадиоканал Страна.ФМ? Ведь мы всегда его зовем к нам в гости, ведь мы всегда этого очень ждем, ведь мы всегда в восторге и в предвкушении, правильно я говорю? Да, абсолютно. Мне кажется, странный человек, потому что не зови, а сам приходится. А вот приглашение. Маркус Рива у нас сегодня в гостях. Маркус, привет, доброе утро. Доброе утро. Ура, мы тебя ждали, кстати. Мы сегодня вот за кулисами говорили о том, что ты был у нас месяц назад буквально. Оказывается, было в октябре еще и прошло уже полгода практически. Да, это был где-то октябре и даже ноябрь, но все равно очень давно. И по-моему, ты ехал очень и очень долго в тот раз. Тяжело как-то, да? Лучше не вспомнить. Лучше не вспомнить. Сегодня все проще намного. Сегодня все хорошо, замечательно. Ну вот Маркус Рива немножко поделился впечатлением, говорит, в Москве все время какая-то вечная такая слякотная осень. Нет, в Риге тоже. В Риге тоже зам. Там тоже такая погода и все, такие ощущения. Поэтому я надеюсь, что это весна. Это песня низовая не про весну. Слушай, а вообще ты же как-то творческая личность, тебе же нужно солнце, море. Ты насколько часто выезжаешь, вот так сказать, к берегам? В Риге я пытаюсь поехать на наш Юрмал, иногда просто так прогуляться, но это не спасает. Потому что там нет солнца и не получается нигде в Турции, Греции, Египте. Не получается просто так много тоже дела и идеи есть. Поэтому хочется все-таки поработать, чтобы, может быть, в следующий сезон. Слушай, нам интересно, что с тобой происходит. Смотри, октябрь, ну полгода практически прошло с нашей прошлой встречи. Вот что бы ты для себя отметил за вот эти полгода? Ты бы сказал, вот я же вот этого добился. И вот это у меня получилось. И еще вот это и вот это. Самый главный, наверное, был проект X-Factor, где я работал как в Идуши. Это у нас был первый раз в Латвии такой телепроект. Ну, в принципе, талант-шоу. И очень-очень хорошо все получилось. И хорошие рейтинги. Поэтому я очень рад. И скоро начинается второй сезон. Будем уже начинать работать. И, конечно, пробовал опять на латвийский Евровидень. Это отдельно, мы хотели отдельно, об этом долго поговорить. Ну, так сказать, анонс. Говори, Лада, да уже. Да-да-да, и опять как-то... Ну, не могу сказать... Не хочется сказать, опять не получилось, потому что это звучит как-то негативно. Но я получил удовольствие от процесса. И все-таки написал, мне кажется, хорошую песню, которую все-таки люди слушают. И люди голосовали за меня, поддерживали. Поэтому просто не поеду на большой конкурс как участник. Но я думаю, что когда-нибудь... Ну, это только в этом году. Мне кажется, ты должен говорить, не поеду как участник в этом году. А это был пятый раз уже. Да, это... Я уже сам забыл. Забыл? Нормально. Я что хотела уточнить-то? Я хотела уточнить, что у программы очень высокие рейтинги, потому что я же слежу за Марку со временем в Инстаграме. Значит, там как было? Он выходит в шикарном костюме, строгом на сцену. Там какие-то девушки красивые по обе стороны, торжественная музыка. Это все вот настолько феерично было. Как могут быть плохие рейтинги у такой программы? Я вот не успел взять на то же Гленту. Но для тех, кто не знает, X-Factor — это аналог голоса, да? Это аналог голоса, да? Такой проект, который, в принципе, родился в Британии. Но в России такой проект, по-моему, не был. Был чуть похож A-Factor. Но мне кажется, все эти талант-шоу, они все-таки очень похожи друг на другого. К каждому есть просто свой какой-то... А ты ввел его, да? Правильно я привел? Да, я, я. Слушай, а вот такой вопрос... Да, Лер, давай мы прервемся сейчас, да? Потом продолжим. У нас много вопросов по X-Factor и по Евровидению, про все будем говорить, друзья. Маркус Рива у нас в гостях. Скоро вернемся. Я вот сейчас прям хотела спросить сходу, Маркус Рива умеет танцевать танго? А потом подумала, ну, это же какой-то намек, да? Не буду спрашивать, да? Я умею. Он умеет. Замечательно. Я когда-то учился. Ну, а прям вот можешь станцевать прям на сцене? Сейчас показать, надо вспомнить, но так, если мне дали там полчаса вспомнить это все, тогда я и танго, и чаши-ча, и румбу, и что там еще было, самбо, джудо, карате. Слушай, слушай, нет, не надо, что показывал, а ты просто, я уже не удержусь. Классно, ты про танго не хотела поговорить, да? Ну, я просто поговорила. Так, возвращаемся к X-Factor. Значит, ты был первым ведущим X-Factor в твоей стране, правильно? Да, да, да. Слушай, ну это же очень интересно. А какой характер был у ведущего, да? То есть ты был такой немножко ядовитый и подкалывал всех, да, участников? Или наоборот, такой сочувствующий, все время всех жалел, и тебе было жалко, там, когда кто-то отсеивался? Как ты вел себя на сцене? В каком образе ты был? Я был такой, какой я, по-моему, в жизни, я использовал свой опыт, потому что я тоже участвовал на похожих проектах «Хочу к Меладзе». Я знаю, как сложно это выйти на сцену, когда тебя слушает, там, такая строгая жюри. А я был такой, не знаю, я пытался быть добрый, с пониманием, и, типа, поддерживать, потому что они реально, там, переживали, там, кто-то плакал. Ну, это вообще очень интересно, и, кстати, я тоже взял этот опыт, смотрел на эти люди, потом, ну, когда, и сам потом должен, в принципе, участвовать на похож конкурс на Евровидень. Это, ну, тоже как-то, там ты ведущий, а там ты участник, ты можешь тоже использовать эту психологию, которую ты сам увидел. А тяжело было тебе попробовать себя в новые поставить, совершенно заняться, вот не тем, чем ты обычно занимаешься? И пошел бы ты, кстати, на следующий сезон уже, или, может быть, уже, я не знаю, какие планы есть. Я, я, не знаю, если у меня в жизни ничего не происходило такого, потому что все-таки я постоянно что-то делаю, работаю, пишу новые песни, но если у меня был как-то по-другому, может быть, да, я, конечно, сходил, но, но так, я думаю, что, что нет. Если кто-то, кто-то хочет, потому что скоро начинают кастинги, тоже из России могут люди участвовать, и почему нет. А, кстати, вот вообще человек из любой страны может приехать туда, да? Да, потому что первый сезон был один из Литвы, мальчик, и было несколько девушек тоже, которые приехали из России. И, к сожалению, они не попали дальше, но, может быть, в этот год. Так, а я что хотел спросить, а там же тоже был некий кастинг, или ты просто пришел и сразу сказал, о, ведущий, или нужно было что-то провести, показать, как тебя оценивали в этот момент? Да, мне тоже был кастинг, я все как-то тоже сделал то, что я должен сделать, там, приходить, показать, что я не боюсь говорить, не боюсь импровизировать, там, и то, что было очень важно, чтобы ведущий был такой, который не сделал ни какой-то другой телепроект в Латвии, и, да, чтобы это было все-таки связано только с «Х-фактором», поэтому у меня был такой тоже хороший опыт. В смысле, то, что мне раньше тоже предлагал работать как телеведущим на другие проекты, но как-то я чуть-чуть отказался. Ну и хорошо, что у тебя этого не было, иначе бы ты не попал сюда уже. Друзья, мы ненадолго прервемся еще раз. Напомним, у нас в гостях Маркус Рива, и впереди у нас, кстати, премьера клипа, между прочим. Да ты что, уже так быстро? Да, уже совсем скоро. Болшебство между нами в студии телерадиоканала «Страна.ФМ», но, тем не менее, нужно в нашу беседу пригласить слушателей и зрителей, в том, с чего мы тут, так сказать, забрали Марку Сариву только себе. Да, у нас все по-прежнему плюс 7909-928-189, я не ошибся, ты представляешь? Ты молодец. Ватсап, вайбер, он же номер для обычных. Вообще пользуется смс-ками? Ты пользуешься смс-ками когда-нибудь, Маркус? Ну да. Вот именно смс-сообщение. Не ватсап. Не вот, не мессенджеры. Иногда. Смс, да, бывает такое? Редко. Я не помню, когда интернет не ловит, а надо что-то отправить, и ты отправляешься. Ладно, это было лирическое отступление, извините. Плюс у нас ко всему есть еще наша группа ВКонтакте. Какой ты молодец. И там есть специальный пост с фотографией Маркуса, конечно же. Прямо там можете оставлять свои комментарии или для Маркуса свои вопросы тоже, на которые он с большим удовольствием ответит. Да, ну а пока вы ничего там не оставили, я буду задавать свои вопросы с большим удовольствием. Итак, Маркус, у нас же тут, у нас, я примазалась уже, да, у тебя произошло грандиозное событие, впервые в Москве ты презентовал свой клип, то есть ты прям вот уже прям совсем по-серьезному заходишь на наш, можно сказать так, рынок шоу. Не, подожди, мне кажется, сейчас Маркус неправильно понял, а ты неправильно спросил, это же, вообще, это была же не первая презентация, в принципе. В Москве моя личная, это была первая. А, первая все-таки, да? Не спорь с Майоровой, никогда. Мне кажется, ты так долго с нами уже. Просто я не сделал презентации, я не особенно люблю презентации, я тоже сомневался сделать, не сделать, но все-таки решили все, что если так долго уже работаешь, то тоже тут в Москве надо, надо все-таки сделать какое-то свое мероприятие, чтобы... Слушай, я с неожиданной стороны, я читал, что, я сейчас спалю тебя просто, пишут, что ты опоздал там как-то очень, это правда, нет, или придумали все? Это, не, это все правда, потому что я летел, я летел из Киев через Минск, и был снегопад, и в общем... А, то есть вот отмена, замена рейсов, да, вот это все переносили долго? Это был адский день, но все-таки успел, получилось, и все люди ждали, это было приятно. Слушайте, я представляю себе, ты человек с несколькими пересадками, и у него нервы, нервы, и он забегает, и хлоп такой в хорошем стране, и всем привет! И люди подогретые все уже, во всех смыслах это услуга, да, да, да. Слушай, а вот ты сказал, что ты не любишь делать презентации, а почему так? Не знаю, мне кажется, что раньше, раньше, раньше да, но сейчас как-то, как-то хочется, когда есть... Конечно, это всегда праздник, когда ты делаешь новые песни, там, новый клип, но, мне кажется, такие презентации лучше сделать, когда у тебя уже реально там целый альбом, или что-то, что-то побольше. Я просто, может быть, и очень скромный в этом тоже как-то. Ну и вообще в целях экономии, понимаете, каждую песню, тут разориться можно, а тут альбом собрал, хлоп, и все, и презентация. Но тяжело это вообще все сделать, презентацию собственного клипа? Я не только в плане денег, а в плане даже каких-то моральных таких, да? Да, я лучше просто люблю концерты и выступать, но презентации, знаешь, такие, типа, не знаю, чуть эгоистично иногда кажется, чтобы люди пришли, там, ла-ла-ла, но все-таки все равно приятно, потому что не так часто тоже получается в Москве встретиться с друзьями, и поэтому хорошо все-таки сделать такие мероприятия. Мне кажется, Маркус может претендовать на звание самого скромного артиста. Ну, подожди, вот ты сказал, что ты не любишь презентации, но ты любишь концерты. А когда состоится твой первый московский концерт? Ну, или были у тебя же? Или был уже, да. Ну, нет, я просто, видишь, ты меня не зовешь, я не попадаю, и для меня прямо ох, понимаешь. Когда будешь выступать? В следующий раз, в следующий раз мы пытаемся в мае сделать концерт тут, в Москве, так что вся информация в Инстаграм. Я думаю, сейчас скажут, так что Лера, приходи! А Маркус, нормально тебе ответил, ты же сначала скажешь, что Инстаграм твой читаю. Когда, Маркус, будет концерт? Ну, смотри в Инстаграм, и ты придешь. Лера, приходи, будешь читать. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну что, друзья, еще раз напомню, Маркус Рива у нас в гостях, совсем скоро будет у нас премьера клипа на песню «Куда ночь заведет», который, кстати, клип снимался и в Швейцарии, и Франции, да, а почему выбор упал? У нас, кстати, 30 секунд, сейчас не успеем обсудить, я думаю, что попозже. Ну, быстренько ответь, а почему именно эти страны? Потому что это тот же совместный проект с швейцарским банком. А, то есть не все просто так? Да, не все так просто. Молодец! Слушай, это же хорошо, это предприимчивая жутка. Почему рассказала вы? Ну, почему нет? Он гордится этим и правильно делает. В гостях у нас сегодня Маркус Рива! Доброе утро! Слушайте, ну вот только стоило нам бросить клич, сразу полетели вопросы в АК-1. Прочитаю, Яна Труфанова спрашивает, вернее, она сначала пишет, «Маркус, рады тебя видеть», а потом спрашивает, «Расскажи немного о своих эмоциях от съемок в латышском сериале». О, кстати, а мы этого ничего не знаем. Мы не знаем? У тебя кино еще было? Доброе утро, Яна, да. Да, я начинал сниматься в кино. Ну, не в кино, я не могу сказать, что это что-то типа большой экран. Пока еще нет, но это просто сериал, знаете, этот, как, просто… С ситком? Да! Он юмористичный? Не, особенно, он только там достаточно много драмы есть. Детектив? Нет, просто, просто такой про любовь. Мелодрама! Мелодрама, вот это правильно, не забыл эти слова. Ну-ка, давай рассказывай, кого ты играл? Это вот свежие съемки недавно все они были, да? Да-да, вот сейчас… А он вышел уже или в процессе? Ну, в прошлой неделе был премьера. А, ну, то есть… А сейчас ты молчишь? Не знаю. Надо было с этого начинать. Так, хорошо, кого ты там играл? «Змеи искусителя»? Самый, самый, самый обыдный, то, что я играю сам себя там. Ага! То есть реально Маркус Рио, да? Да-да-да, потому что там главный герой, там девочка-мальчик, они как будто готовятся на свадьбе, и они пригласили меня, чтобы я помогу организовать там все, и я буду там ведущий, и ла-ла-ла. Так что интересно, очень смешно, но я бы хотел, чтобы я был там какой-то другой персонаж, потому что тогда, потому что они все там играют, знаете, там, «Ла, ты меня не любишь», там, «Ла-ла, ты, знаете, переиграй», и все. А я так, ну, я не буду себя переиграть. Как ты переиграешь, ты действительно. Да, я так там, какой есть такой, такой есть в сериале. Но поэтому я хотел, чтобы у меня был какой-то другой персонаж, не знаю, там, Рихард, ей там какой-то, не знаю, другое, другое. Слушай, ну а скажи, это первый опыт твой был съемок, вот, ну, вот в таком? В таком сериале, да. Ну, я давно-давно играл тоже в театре, в мюзиклах, но на ТВ-сериал, это был первый опыт, и мне очень понравился, и буду еще, когда сейчас возвращаюсь в Риге, тоже продолжаю все снимать, так что. Слушай, а вот вообще на кастинге ты приходишь без какого-то мандража, там же иногда дают совершенно бредовые задания из-за разряда «изобразите горящую свечу», ты можешь это изобразить? Не особо, но там ты не успеешь, потому что ты один раз прочитаешь все этот диалог или сцену, и все, хоп, снимаем. Ага. Это так быстро, как конвейер такой. Хоп, снимаем. Валерий, потом какой кастинг, о чем ты говоришь, когда человек сам себя играл? Нет, я говорю вообще в принципе на будущее, когда он будет уже драматическую драму какую-то играть, прям вот «Прощай же в токий мир», вот это вот все. Я умею все это. Он все умеет. Молодец. Там не было сомнений, как надо просто ходить. Круто, интересно, интересно, интересно. А ты вот сказал, что ты там ведешь свадьбу им, а ты вообще в жизни ведешь свадьбы? Я, честно, один раз это сделал. И все, и прям на всю жизнь «ну-ну-ну». Да. Не, ну, потому что это сложно, мне кажется. Я, когда у меня есть вот там «микс-фактор» или где-то еще, когда я работаю, там есть конкретный сценарий, но на свадьбе надо так очень много болтать, но я иногда очень устаю от того, что надо так много вообще говорить. И иногда, кажется, вообще ни о чем говорить. А еще иногда надо говорить с теми, кто тебя не понимает. Например, когда люди, прям у них душа развернулась, они подходят, хотят поговорить, а ты прямо… Маркус, я тебе открою секрет. Если вдруг тебе когда-нибудь понадобится научиться говорить много и ни о чем, ты звони нам. Не нам, а мне. Валерия, звони, она тебя научит обязательно. Вот, и я, ну, к сожалению, вот мы с Кутузычем тоже свадьбу не ведем. У нас, мы все время боимся… Ну, сейчас все будем звонить, телефон не… Да, все. Втроем будем вести. Ну, еще колесенько. А мы можем премьерить клип же уже? А, то что? Да. Ну, потому что хочется уже, я просто не видел его еще, мне тоже хочется посмотреть. Ну, давайте, ладно. Свадьбу, свадьбу. Давайте. Ты уж замужем, Валерия. Ну, я уже, да. Все уже понятно. Ну, нужно что делать. Ну, что, прямо сейчас у нас обещают… Объяви сам, пожалуйста. Мне кажется, это будет правильно. Страна ФМ, премьера, песня и клип «Куда ночь заведет». Ура! Давайте слушать и смотреть, друзья, еще раз. Маркус Рива «Куда ночь заведет» на телерадиоканале Страна ФМ. Всем доброе утро. Твой след ухо меня манит. Я так хочу тебя поймать. Давай, пойдем на свет луны, Чтобы вдвоем ярче звезд бывать. Ты с собой освещай мне всю ночь, Землю все лишнее, с головы прочее. Как звезды пылаем, давай, понятаем, И там до утра. Ни я, ни ты, не зная наперед, Куда ночь заведет. Давай, смей, растопим лед, Куда ночь заведет. Куда ночь заведет. Дай со мной, переступи, И опять, чтоб встанет не жены. И ничего не говори, Читаю по губам твои. Ты с собой освещай мне всю ночь, Все лусли лишнее, с головы прочее. Как звезды пылаем, давай, понятаем, И там до утра. Ни я, ни ты, не зная наперед, Куда ночь заведет. Давай, смей, растопим лед, Куда ночь заведет. Куда ночь заведет. Куда, куда ночь заведет. Куда, куда ночь заведет. Ты с собой освещай мне всю ночь, Все лусли лишнее, с головы прочее. Как звезды пылаем, давай, понятаем, И там до утра. Ни я, ни ты, не зная наперед, Куда, куда ночь заведет. Давай, смей, растопим лед, Куда ночь заведет. Куда, куда ночь заведет. Куда, куда ночь заведет. Слушайте, я все смотрела, смотрела на этот клип, Ну куда же, ведет, целоваться-то будут, Не будут, не целовались. Ну и хорошо, ну и правильно, Нечего делать, правильно, Кутузыч? Дай мне осмыслить, Понимаешь, что происходящее. Я думаю о том, что было в предыдущей 3.40. В предыдущей 3.40 были потрясающие пейзажи Французских Альп. Была Швейцария у нас, да? Которую я со Швецией не путаю. Я же молодец, я ого-го, умная женщина, да? Ну Францию тебе не с чем спутать, Потому что Францию в принципе нельзя спутать ни с чем. То есть, Маркус, там получается Франция и Швейцария, да? Да, да, Женеев там и Франции. Там же в горах много тяжело было, нет? Я почему спрашиваю? Потому что многие люди, которые... Потому что ему уже тяжело в его возрасте. Нет, 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 просто люди рассказывали, Которые в горах говорят, Что не очень, ну не всегда удобно легко дышать И так далее и прочее, Потому что высоко. Чуть холоднее, чем просто на улице. Это мы снимали уже в декабре. Но было солнце и как-то... Я вообще сам первый раз был так высоко на Алпах. И даже хотел покататься на лежах, Но не получилось. Почему? Надо работать, сниматься там, кино вот нас там. Так все строго. А, кстати, вообще ты катаешься на лыжах, нет, Нагорных? Прошлый раз было три года назад. Это как со свадьбами. Ты один раз прокатился и Нагорных. И мне, конечно, хотелось, Особенно после съемки клипа, Но все-таки всегда боюсь, Что все-таки я буду там сломать руку или ногу, что-то. Нет, просто ты всегда в хорошей форме физической. И вот мне кажется, как бы ты прям должен ездить очень быстро по красным трассам. Странно, что не я это ему сказала. Ну как бы ты странный видчик. Я про лыж, я же лыжник. Ты что, я же про свое. А, ты лыжник, да, ну тебе. Я что хотела сказать, давайте как-то подытожим. Все-таки это была премьера клипа, куда ночь заведет Маркус Рива на теле или радиоканале Страна ИПМ. Аплодисменты врубите нам. Где аплодисменты? Ура! Вот. Они есть. Ну и, друзья, скажи свою коронную фразу про программу по заявкам. Моя коронная фраза, пожалуйста, заказывайте очень часто эту песню, чтобы Майору и было хорошо, она же слушает и радуется. Программа по заявкам с 13 до 14 и с 20 до 21.00 ежедневно по будням. Правильно? Да, ну и не можем Маркус тебя не спросить. Конечно, традиционный вопрос ко всем, и ты не исключение здесь по понятным причинам. Альбом-то новый. Да, да. Я сделаю, постоянно сделаю, 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 но все-таки все время получается так, что мы просто выпускаем песни, 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 песни. Но соберите вы их уже на один дизайн альбом. Ну да, это будет The Best of Mark's River. Хорошо. Типа, самая лучшая песня. Так, подождите, а куда же вы к альбому-то ломанулись? Подождите, у этой же песни совершенно потрясающая история, да? Ведь она была написана тоже вроде бы как на Евровидении, на английском языке. Да, кстати, я написал эту песню в Турции, поэтому она что-то уже такая... Можно танцевать, такие турецкие танцы. Но написал сначала на английском, и я давал тоже на отбор Евровидении. Но все-таки получилось так, что я давал два песни, и обе попали в надбор. Но нужно было выбрить одну какую-то, да? Да, и поэтому я решил все-таки другую песню оставить там, и это переделать на русском. Ну, слушай, хорошо получилось. А вот та песня, которая была, ее можно как-то... на нее клип есть или... Клип тоже есть. Там как раз есть свадьба. Да, ладно, да. Радуйся, Лера, наконец-то, наконец-то твоя тема наступила. Моя тема, да. Все красиво, романтично, почти как в моем сериале. Ох, ох. Да, я что, я уже ничего не хочу сказать, я вся засмущалась, я стеснялась. Я просто хотела сказать, что мы совсем скоро поговорим подробно про Евровидение, а прямо сейчас нам нужно ненадолго прерваться. Да, давайте это сделаем, друзья, напомним, сегодня у нас в гостях Маркус Рива. Две-три минуточки, и мы снова вернемся в эфир. Доброе утро всем. Слушай, у вас много вопросов к Маркусу Риве. Евровидение. Евровидение мы хотели, да, договорить, чем ничего? Давай рассказывай. Значит, ты провел сначала как ведущий, а потом сам отправился на кастинг, уже в пятый раз. Какие мысли были в твоей голове в этот момент? Мои мысли были в том, что все будет хорошо, все получится. И, в принципе, так и было. Единственное, что я не поеду на большой конкурс в этот год. Так все получилось. Ну, так все получилось. Я доволен своим выступлением, своей песней, то, что все равно люди слушают, полюбили эту песню, и клип, и так дальше. Так что достаточно нормально выступил. Слушай, ну тебя же мэтры поддержали, да, прямо оценили твое выступление? Да, это было тоже очень хорошо, потому что после конкурса тоже всегда журналисты спрашивают мнение Раймаса Паулса. Он не в жюри, да? Он не в жюри, он просто сидел на верном доме, кто-то позвонил, о, Раймас, что вы думаете про его? Ну, как авторитет просто. Он сказал, что да, что я самый лучший. Вот, вот. Это безумно приятно, конечно, это самая лучшая оценка вообще, что может быть. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот все-таки, ну вот, пять раз ты участвовал, да? А скажи, вот после, ты все-таки какое больше у тебя чувство? Все равно поеду, всем докажу и поеду в шестой, в десятый, в пятнадцатый раз? Ну, конечно, он живут. Или все-таки я чувствую, что... Посмотрим, как получится с песней, потому что все равно без песней там никак. Самое главное, чтобы была хорошая песня, чтобы я сам веровал в эту песню. И так все-таки каждый год получается, что я веру в эту песню, которую я отдаю на конкурс. Но, конечно, хочется не то, что кому-то что-то доказать, но просто Евровидение все равно, несмотря на то, что люди кому-то нравятся, кому-то нет, это все равно очень большой конкурс, и ты можешь открыть там новый горизонт. Но ты все равно должен просчитывать как-то, да, думать о том, чтобы эта песня понравилась тебе в первую очередь, но и не только в Латвии, там, я не знаю, в России, где за тебя будут голосовать, но и все-таки в европейских странах, да? Это очень важно, да. То есть делать скидку на то, чтобы как-то было на уровне, который они понимают еще, да? Чтобы они принимали песенку хорошо и шоу там, да. Слушайте, а там же вообще совершенно огромная там бесконечная аудитория, огромное-огромное количество людей. Ты вот сейчас в твоем жизненном опыте максимально сколько людей видели твое выступление? Хороший вопрос, Валерия. Конечно, да, попробуй посчитай. Нет, ну просто, я не знаю, там огромный стадион, маленький стадион, ну... Маркус, ты должен сказать, Валерия, скажи мне, пожалуйста, а сколько людей тебя сейчас слушает? А ты смотришь? Я не знаю. Вот, понимаешь, то же самое. Большой стадион и 10, большой стадион. Мне кажется, что Хачку Маладзе достаточно много людей смотрели, особенно в Казахстане, где 7 раз повторили этот проект на казахстанский телеканал. Но в живом, не знаю, там, ну, стадион, наверное, был один раз. Один раз? Да. Ну, такой. Нормально. Ну, да. Но сейчас в России есть так много новых стадионов, где можно потом сделать концерты, концерты и выступать. Слушай, ну в России мы всегда тебя ждем, мы всегда тебе рады, и мы всегда вот я и все девчонки визжим и чепчики кидаем, да? Ну, а мы-то как-то с уважением просто до чепчки накидываемся. Ну, вы-то скучный народ уже в вашем возрасте, что с вами разговаривать. Я хочу сказать, что остается у нас не так много времени до конца эфира. Да, мы хотим сказать, что сегодня у нас была премьера клипа Маркуса Ривы «Куда ночь заведет», друзья. Пожалуйста, не забывайте об этом. Песня, если она вам понравится, она не может не понравиться по понятным причинам. Заказывайте, пожалуйста, у нас в программе по заявкам, и вообще ее скачивайте, смотрите, все, что можно. Вот везде покупайте и так далее. Ну, и внимательно следите за инстаграмом Маркуса Ривы, потому что там вся самая свежащая информация. Он там, у него, значит, и баночки лимонада с его именем, и кепы. Кстати, про одежду не поговорили. Мы не говорим, ну, в следующий раз, значит, да, есть повод поговорить. В следующий раз я приеду. В прошлый раз ты нам об этом говорил, кстати говоря. Ну, а теперь мы узнали, что и актер, и телеведущий, и ведущий свадеб даже? И ведущий свадеб. И шоумен. Маркус Рива был у нас в гостях сегодня, друзья. Маркус, большое, огромное тебе спасибо. Приходи к нам еще. Спасибо огромное, и больших тебе успехов.